Дамы и господа! Перед вами стадион Диброва! И первый юмористический номер... Да, подожди, первый номер. Это Лига Смеха, тут уже номерами никого не удивить. Поэтому встречайте! Куран, Веня, Домницкий, выходите. Ты че творишь? Как обычно на выступлении нашим стреляют. Ты чемпионов застрелил, Вова? Кто их считает, этих чемпионов вообще? Сколько их будет еще? Тем более, кто это видел, я тебя прошу. А 500 зрителей тебе не смущает? 500 зрителей... Сань, есть 500 патронов? Какие 500 патронов? Саня, че ты там ищешь? Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Не благодарите, я все нашла. Сегодня мы готовим салат оливье. Слушай, ты в своем уме? Если мы 10 минут на сцене будем готовить салат оливье, ткач слюной захлебнется. Это не максимум, минус один тренер. Ну да, так что мне с этим делать? Ну мужу отдай, пусть приготовит. Ну ладно. Слушай, вот пока они идут, надо шутку какую-то сказать. Я же сказал, Лига смеха, шутками они все, ты понимаешь? Здрасте, Стасик. Здрасте. Привет. Вовочка, ты пока приготовь, а я поработаю, как всегда. Надь, ты скоро. Ребят, я прошу прощения, просто не могу на это смотреть. Вова, ну сколько раз просила, ну оливье надо не соломкой, а кубиками резать. Сань, Сань, забери ее. Забери ее, пожалуйста. Кубиками резать, я тебя прошу, я просила, сколько раз. Поехали. Ладно, все, нормально, нормально. А если никто не догадался, тема нашего выступления повар Люсьен Оливье. Поэтому первое блюдо нашего выступления случай на рыбалке. Вот это, вот это карась. Ух ты. Эй, мужик. А? Что это там у тебя? Карась. Давай сюда, это мой. В смысле, это я его поймал? То, что ты его поймал, не значит, что он твой. Мы с ним договаривались, давай. О чем вы договаривались? Это волновать не должно, в наши договоренности не лезть. Давай сюда, карася моего. Тихо, Кирюха, сейчас тебя заберу. Ты чё, ты чё, зверюка, ты ему губу порвал? Это ж тяжкие телесные. Сейчас мусоров позову. Мусора! Здесь мусора! Что случилось? Карасю. Карасю моему губу разодрал, изверх. Не, губа была порвана, это наш карась, он вчера с допроса убежал. В смысле, ваш, вот мать его звонит, мне трубку обрывает, вот на, послушай. Тишина. Да, понятное дело, дебил, это ж рыба. Это наш карась! Какой ваш? Это наш карась! Может, купим удочку все-таки? А фуражку я зачем покупал? Согласен. Мужик, лезь! Давай сюда, это мой. А на гарнир у нас приготовлен случай в подъезде Надежды Дорофеевой. Ну, привет. Здравствуйте. Только не делай вид, что ты меня не помнишь. Я вас впервые вижу. Понятно, поматросила и бросила, значит, да? О чем вы? Я тебе напомню, о чем я. 2016 год. Желтые воды, концерт. Ты уехала, а у нас сын Дорофей. То есть вы хотите сказать ему 4 года? Нет, ему 28. И где логика? Ты ж нас как собак кинул, а у него год за 7 пошел. Так, молодой человек, что вы хотите от меня? Я, я ничего, сына признай. Понятно, сумасшедший. Сумасшедший? Дай гранату. Ну что вы хотите? Опа, сына признай. Сына признай. Пристаю, пристаю. Вы что хотите от меня вообще? Честно, мы мимо проходили, в первую попавшуюся дверь позвонили, не думали, что вы откроете, растерялись. Илюха пописать хотела просто. Пописать? А, все, уже не надо. Не надо? Уже не надо, все. Простите, простите, извините, мы больше не будем, да. Простите. Да? Так это ж моя квартира. Да? Да. Она заметила, пойдем. Вы там это, у вас там за диваном какой-то мальчик в соплях потлатый плачет, успокойте его, пожалуйста. Опа! Ну и на десерт у нас... А, подойди на десерт. Надя, можно тебя на секунду, Надь? Да-да. Слушай, такое дело, надо же в следующем номере, чтобы ты отыграла меня, а я отыграю Илью. Зачем? Ну он реально штаны пошел менять, вжился в роли. Я ж текст не знаю. Ты думаешь, мне по тексту вот это все? На минуту с ума сойди, оно все придет, да, все, объявляйся. А на десерт у нас случай на улице. А, молодой человек, я прошу прощения, можно неловкий вопрос? Да, конечно, задавайте. Как считаете, собака, когда не вслух, а про себя читает, она губами шевелит? Я честно не знаю, честно, простите, я не знаю, да, простите. А можно еще вопросик? Да, конечно, задавайте. Как думаете, Порошенко хоть один тортик своими руками сделал? Извините, пожалуйста, я не знаю, честно. Не знаете? Не знаю, нет. А шо ты вообще знаешь? В смысле, шо ты знаешь? Может я тебе тогда пачку пробью? Да не надо мне ничего пробивать. Шкатулочку немножко расшитаю. Какую шкатулочку, ну о чем вообще? Вывеску подправлю. Да не надо ничего подправлять. Ты не переживай, я тебе гусей потом помогу собрать. Каких гусей? Ну, они же разлетятся после того, как я тебе хлебало пробью. Что? Тихо! Тихо! Надя, успокойся, все туши. Повело малую вообще. Слушай, ну, не штаны, а мелодия. Ты поспокойнее ничего не мог найти? Слушай, ну какие были у Кашовова запасные, такие и одел. Все, не вопрос. В конце хотелось бы сказать вам. В смысле в конце? А шо ты хочешь? Пострелять. Ты серьезно, что ли? Ну да, я оружие никогда в руках не держала. Ладно, Сань, дай ей пистолет. Класс! Тихо, 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 ты сейчас тут такое селфи сделаешь. Тут не оливье, а винегрет будет. Все, переверни и скажи, куда собралась стрелять? Ну, по бутылкам. По каким бутылкам? Ну, вон на столах. А если в кого-то попадешь? Ну так, могила же есть. А если еще кого-то зацепишь? Ну, там где могила, там и яма. Аргумент, все выбирай. О, вот эту помятенькую, потертенькую хочу. Надя, извини, это не бутылка, это Гарик Бирча. Гарик, извини, издалека на бутылку похож. Вот че я думаю, Дантес же есть. Слушай, а не жалко? Ну че жалко, 50 сента 9 раз стреляли, хоть песни начал нормальные писать. Может и тут поможет, да? Давай, целься, целься. Ну почти. Ой, что же делать? Я знаю, я знаю, я президенту позвоню, он меня отмажет, я же с ним сосалась в фильме. Тихо, 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 тихо. Тут только с Мэндель все улеглось, а ты еще дровишек подкидываешь. Да, да. Тантес, он же любит меня, он вину на себя возьмет. Ты в своем уме, ты знаешь, с такими как он там делают? Он же красивый. 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 Так что же делать? Помогите, ребята, пожалуйста. Ладно, ладно, поможем тебе, но при одном условии. Что? Если в следующем сезоне ты на нас встанешь. Обещаю. Встань и иди. Амен, амен. Амен, амен, встань и иди. Встань и иди. Да встань ты уже иди. Да встань ты наконец. Давай уже иди. Все. Как? Вы только что воскресили человека. Ребята, это же чудо. Дорофея, тут дурочка что ли? Это лига смеха, тут все не по-настоящему. Патроны холостые, карась плюшевый. Пока человек упал. Да он сознание потерял от Илюхиных штанов. А, да, да. А ты, Дантес, задумайся, что она хотела с тобой сделать. С вами был Стадион Диброва и макрушница Дорофеева. Спасибо. Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо вам большое. Спасибо. Ты же верни потом, Илюха. Слушайте, я бы с удовольствием объявила этот танец, но я не в курсе, что сейчас будет происходить на сцене, потому что ребята просто меня не пустили в комнату, где они его репетировали. Смотрим. Я сейчас объясню почему. Мы действительно хотели написать смешной танец, но, к сожалению, получился восхитительный. Вот чтобы вы понимали настолько восхитительный, что вот пацаны, с которыми я его придумывал, они сошли с ума. Но не переживайте, у них все нормально, они в психушке привязаны, за ними смотрят, ухаживают. Мы собрали лучшие движения со всего мира и объединили в наш танец. Министерство здравоохранения признали наш танец вакциной от коронавируса. Да, поэтому за моей спиной не зря стоят волчицы. Всем известно, что волки – это санитары леса. А кто, как не санитары, должен делать прививки. Начнем с первого движения. Его мы взяли из хип-хопа. И это волна. Да, кстати, если это движение сделать в открытом море, то дельфины вас не только вытолкают на берег, но и устроят на хорошую работу. Я так попал в квартал. Двигаемся дальше. Следующее движение мы взяли из цыганочки. Да, кстати, если его делать три раза в день, то будет появляться богатство, золото, правда, во рту, но тоже неплохо. Двигаемся дальше. Следующее движение является поистине легендарным. И называется оно «Походка Стаса Баклана». Да, но не больше трех раз в день может быть передоз. Вы вообще нормально как? Вывозите? В висках не давит, нет? Все, тогда я продолжаю. Знаете, конечно же, мы не могли обойтись без лесгинки, а конкретно без элемента из этого танца. Это яростно открытый рот. Но в этих условиях это движение нужно использовать еще с одним элементом. Это решеточка. Показывайте. Я объясню, зачем решеточка. Мы на природе находимся, да? Не дай бог, воробьи в рот налетят, начнут гнездиться. Это никому не надо. Конечно же, мы не могли обойти тему политики. И следующее движение называется «Легендарные пистолетики Петра Алексеевича». Кстати, если прослушать разговор Порошенко и Байдена, то в конце они обсуждали наш танец. Но это вырезали по понятным причинам. Но охрана, большая просьба охрана, можете подойти поближе к сцене, уплотниться тут. Потому что есть вариант, что в конце танца меня разорвут, как в фильме «Парфюмер». Такое уже было просто. Ну и, конечно же, восхитительный танец должен заканчиваться божественным движением. И это… Поворот Олега Винника. Женщинам лучше на это движение смотреть сквозь сварочную маску. Да, потому что вы начнете разводиться со своими мужьями. Будете пытаться выйти замуж за наш танец, а это никому не нужно. Вы как вообще? Кукуха на месте у всех? Нормально, да? Тогда я предлагаю собрать все элементы воедино и вместе станцевать этот танец. Все. Теперь вот вы все, кто здесь, вот вы вакцинированы с ног до головы. Да, поэтому три дня не чешитесь и не мойтесь. С вами был Стадион Дюброва. Спасибо за внимание.